Мы в любой заготовке обязаны увидеть деталь Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала Сегодня будет видео, такое коротенькое видео про Поршень Сломали маслосъемное кольцо и решили сделать под другое Это кольцо оказалось на 2 мм шире Сломали два кольца, быть точнее Пока не знают начальство, мы с партизанем Поршень беру в выточке, в кулачках И выставляю с помощью часового индикатора Вот здесь будет Вот, собственно, сейчас будет то, ради чего я и выкладываю это видео По часовому индикатору выставил биение 0,03 Я считаю, это нормально для поршня Ему не крутится Выставил то место, где буду протачивать Устанавливаю резец по плоскости Если вы работаете с поршнями, не делайте никаких притуплений на резцах Пусть всё будет очень остро Здесь я даже выключил звук, потому что выругался Видели, как его колбасит? Хотя выставил по индикатору Поэтому я решил перезажать И визуально По дну канавок Выточить уже, как в старые добрые времена Раньше мы поршня от К-701 Точили пачками Делали третье маслосъёмное кольцо Под поршневым пальцем Шаблон портвейн 3,7 7 отступил от пальца 7 Глубина реза И 7 длина канавки Но это в прошлом Желательно смазывать солярочкой Или я в данном случае индустриальным маслом Потому что что тут два поршня Если бы их было 12, да, я бы набрал солярки и смазал соляркой Вот второй поршень уже с кольцами Кольцо длиной 5,1 мм Делаю 5,2 С помощью малой продольной Размер выставляю После того, как канавка будет прорезана Нужно снять фаски Напильником я это делаю Ну и всё Это вся работа Сделать это нужно было быстро Причину я назвал в начале видео Поршень от Камаза Если я не сказал Поршень от Камаза Вот новоявленная канавка Уже в неё Примерено кольцо Потом туда ещё водитель вложит пружину А у меня на этом всё До свидания Подписывайтесь на мой канал Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok